всем привет кто присоединяется к прямому эфиру рада приветствовать вас сегодня всем привет девочки так жду пока вы присоединяетесь и поставлю форму нас сегодня с вами будет наращивание и так для вас сегодня эфир провожу я меня зовут юлия фролова я являюсь мастером по дизайну моделирование ногтей а также инструктором я для вас сегодня проведу прямой эфир по теме наращивание ногтей гелем новым гелем люмен очень красивый оттенок с вам его покажу и с добавлением дизайна новыми декорациями это нл дресс слайдер дизайн номер 133 нежное послание вот такие классные декорации здесь такие классные фрагменты очень разные но очень мне нравится здесь то что они комбинированные то есть надписи комбинированная с цветами то есть можно собрать очень интересную композицию очень удобно когда именно вот такое сочетание присутствует да то есть если короткий ногс это вообще красота можно просто один фрагмент поставить подобрать оттенки для покрытия и уже будет очень красиво смотреться а также я решила добавить сюда то так так как это цветы хочется мне добавить бабочек вот такие бабочки мне нравятся леопардовые из коллекции маквин разбавлю немножечко сегодня цветы и бабочками и так гель люмен давайте посмотрим что это за гель это очень красивый нежно-молочный оттенок такой с легкой розовиночкой из шиммером очень красивый гель легок в апеле я уже немножечко попробуем поработать на клиентах мне очень понравилось и мне нравится сейчас работать с такими гелями так как они уже отлично подходят как подложка под дизайн то есть делали моделирование какими-то цветными гелями с какими-то эффектами виде блесток шиммера и так далее и все у вас уже готова подложку под дизайном бы то есть моделирование может с дизайном получаться гораздо быстро гораздо быстрее с такими материалами удобными итак форму я себе поставила буду надеяться что поставила я ее ровно потому что одной рукой это делаю так что если вдруг я что-то тут накосячила прошу простить итак самое важное чтобы форма у нас стояла ровненько не было никаких зазоров под под ногтем между ногтей формы не должно быть никакого зазора и ставим ее вот таким образом чтобы ушки формы входили во в рост и здесь можно вырезать если мешает очень удобная форма они уже размечены то есть с ними работать прям одно удовольствие то сделать выкройку перед работой очень легко и просто также да здесь можно вот по длине сориентироваться хорошо я думаю что многие знают эти формы пробовали мне очень они нравятся то что они жесткие довольно и очень хорошо липнут и не расклеиваются в лампе вот за это я очень люблю формы ими и уже много лет ими пользуюсь и наверное не променяю ни на какие другие жесткие хорошие формы держит хорошо сделаем форму вот такой небольшой трубочкой так как я хочу сделать миндаль видный ноготь многоточки подготовлены здесь было покрытие я полностью не стала снимать чтобы не травмировать ногтевую пластину сделала маникюр буду вот так держать чтобы у меня форма не съехала так наношу дегидратор и затем праймер пока праймер сохнет я подготовлю базу покажу как я базу наношу так наношу дегидратор ой оговорилась ультрабонд праймер ультрабонд все это одно и то же до функция него 1 так ждем когда подсохнет буду ее поправлять периодически чтобы она никуда не уезжала и так базу я использую под постановку геля вот такую без гель классический без гель и декорации я уже перед эфиром нарезала чтобы не тратить на это время потому что такие элементы мелкие и ну зачем надо под камеру это делать декорации подготовила стала сделать моделирование так праймер у нас почти высох мы берем base гель и наносим на ногтевую пластину можно это сделать перед постановкой форм так даже будет удобнее просто я вот не успела я люблю базу наносить отдельной кистью то есть не кистью из флакона мне удобно очень работать кистью для геля но можно наносить в принципе как вам удобно разницы нету так сушу 30 секунд базу и прям этим же гелем я буду делать подложку он достаточно жесткий и хорошо держит форму поэтому подходит для наращивания я уже пробовала так делать поверьте все будет хорошо свободный край он держит не хуже любого другого жесткого геля для подложки так же как и акригель ну то есть можно в принципе любую подложку сделать под него еще отлично подойдет подложка из белого акригеля будет такой как бы легкий градиент кончик будет чуть белее а сам ноготочку с таким вот эффектом так смотрю чтобы у меня тут ничего не съехала и выкладываем подложку сначала этим же гелем выкладываю подложку так всем привет девочки кто присоединяется к прямому эфир очень рада что вы сегодня смотрите наш эфир сделаю наверное подлиннее ноготь чем длиннее ноготочек у нас получается тем мы можем больше поставить декорации соответственно на длине декорации смотрится дизайн совершенно по-другому нежели на коротких ногтях я сама вот ношу длинные очень люблю так ушла дайс камер здравствуйте увлеклась шла из камера смотрите мы подложку выкладываем свободный край максимально ровно от этого зависит время которое мы потратим на опил максимально ровно стараюсь не делать ее слишком тонкой чтобы следующий каплей не смоделировать удобно было архитектуру можно сцентровать то есть переворачиваем ноготь держим его параллельно столу выполняем центровку чтобы он немножко убежал с боков и сконцентрировался по центру так сейчас я вот проверю аккорде ровно вроде ровно очень удобно здесь прям по рисунку можно все отследить то есть по рисунку выложить форму на готовность форму свободного края это очень важно потому что многих мастеров изникает такая проблема при опиле много пилю много трачу времени на самом деле все кроется в том что вы изначально архитектура делаете не на готовность а ой ладно попилю там доставлю там немножко попилю сделаю потолще не надо ничего потолще делать не надо ничего потом пилить выкладываем сразу материал на готовность и все никаких проблем у нас возникать не будет при опиле и моделирование стараемся делать тоже так чтобы все было на готовность так сушу в лампе слегка подсушила если хочется можно прям секунд 10 ноготь подсушили в лампе можно сделать поджатие если хочется но я уже здесь вот видите форма уже читается я изначально форму поставила так чтобы поджимать было ничего не нужно на самом деле я не люблю поджимать если на натуральных ногтях часто вижу что делают поджатие ну не знаю но эти формы они очень удобные можно сразу их поставить так чтобы поджимать ничего не нужно потому что они очень очень жесткие очень хорошо держат форму если помните раньше наращивали до когда формы были помягче внутрь подкладывали под форму такое что-то металлическое но в основном это были тюбики от краски парикмахеров да и трубочки еще были нужны вот то есть сейчас вообще это ничего не надо сейчас сразу форму поставили все готово так всем привет кто присоединяется к прямому эфиру нас сегодня наращивание гелем люмен и декорации дизайн с декорациями новыми весенними 133 и решила я добавить из коллекции маквин бабочки очень нравится это телеопардовая прям ну прелесть хотя вот этот нижний ряд это вообще чудо какое-то очень люблю декорации ими очень люблю правда так теперь главное отклеить ее отклеиваем сначала по бокам и и отжимаем все видите какая липучая не отдерешь смотрите какая ровная форма получается да мы уже видим форму она уже читаем а соответственно пил будет минимально нужно будет только поправить свободный край так какой гелиоми эластичный для средних ногтей да вы знаете они все довольно эластичные для средних ногтей я бы не могу выделить какой-то один вот камуфлирующий по крайней мере или цветные гели они все довольно эластичные вот этот гель он тоже эластичный soft nude soft pink естественно что-то классические гели так далее наносим вторую каплю сначала делаем мокрую подложку мокрый пол первый слой наносим таким средним слоем средней толщиной то есть слишком тонко быть не должно уделяем внимание зоне кутикулы и свободного края если там будет недостаточно материала вот этого первого слоя то капелька которую мы сейчас будем ставить она не сможет сам распределиться и придется кисточкой там дорабатывать гель не будет распределяться хорошо поэтому лучше всего вот уделить внимание именно вот этому слою потому что от него будет зависеть как у нас будет сам распределяться материал и так смотрите вот поставил я подложку теперь длина хорошая да и на хорошие так как свободный край уже достаточно такой толстенький то есть толщины свободного края достаточно я достраиваю только зону апекса стрессовую зону и немного зону у кутикулы я вот таким вот способом ставлю гель самое важное в работе с гелем если он у вас вот течет когда течет значит либо вы его слишком много поставили либо очень вы его кистью разогреваете прям протыкать его кистью видите я прям по поверхности сейчас работала и практически не прожимаю кистью материал гель потому что когда его прожимаешь чем большего прожимаешь тем глубже в него уходишь кистью тем он больше разогревается так центрую центрую проверяю зону апекса чтобы она у меня находилась по центру при виде сбоку и при виде с торца я сейчас немножечко уйду из кадра сделаю это чтобы потом вам показать на что ориентироваться даем материалу работать самостоятельно то есть поставили гель даем ему работать самостоятельно он самовыравнивающийся если его не разогревать он очень удобно и хорошо ложится сам как видите я сейчас ним кистью очень мало контактировала очень мало практически не прожимала его кистью ай как он жжет так покажет можно еще немножко если хочется поджать при можно прям пальчиками поджать чуть-чуть слегка вот мы видим при виде спереди сверху что материал лежит ровно бока наполнены равномерно боковые параллели хорошо читаются поворачиваем боком если сейчас убрать недостатки свободного края видим что архитектура ровная зона апекса находится по центру ногтевой пластины и материалу кутикула он должен сходить на нет и в в боковых валиках видите он тоже должен сходить на нет толщины здесь не нужно быть ее здесь не должно и так вот так красиво у меня лег гель я его разложила сразу на готовность то есть топил тут будет минимальный только поправить форму свободного края и все досушиваю в лампе пока слушаться если есть какие-то вопросы пишите я сейчас прочитаю все вам расскажу и покажу красивые вот эти декорации очень мне понравились они разные и здесь на самом деле можно большое количество дизайнов собрать вот с такими вариантами декораций опять же можно еще с другими сочетать вот я сейчас захотела с бабочками там кстати в маквин еще цепи есть офигенский будет очень круто смотреться например вот эти цветы с цепями тоже так необычно смело так так практически практически высох гель сейчас я с него сниму липкий слой и сделаю небольшой опил все убираем липкий слой гель высыхает за две минуты если здесь есть небольшие затеки мы их сразу сейчас убираем намечаем боковые стороны боковые параллели и открываем толщину торца здесь тоже смотрим если есть какие-то натеки тоже убираю сейчас немножечко давайте я подальше сделаю так что был хорошо видно так выравниваю форму свободного края тут можно сделать заужение можно оставить по овальне то есть вот как как вам нравится мне сильно острая форма не нравится мне больше как по душе когда она такая знаете миндаль слегка овальный все вот весь опил смотрите быстро осталось только забавить и добавить декорации форм ровно вот такой у нас получился красивый ноготь беленький когда в баночке гель кажется немножечко розоватым с такой сразу виночкой то когда мы его выкладываем он беленький но все равно такое слегка розовый оттенок он присутствует так если есть какая-то толщина у нас по боковым стенкам то вот такими скручивающими движение пилки подбираем эту толщину ну все больше здесь пилить нечего то если прям уже очень придираться то есть смотрите после опил у нас должна получиться вот такая вот форма вот такая форма и сверху свободный край должен быть ровным должны такая ровная площадочка никакого натека на свободном край быть не должно иначе визуально ноготь будет смотреться тяжелым свободный край будет тяжелым таким казаться что очень много материала здесь так бафом сглаживаем поверхность убираем риски отпилки теперь давайте немножко приближу можно обезжирить щетку не взяла пришлось подуть так что простите если что за шум какой-то внешний все можно выполнять дизайн можно выполнять дизайн так у меня изнутри здесь получилась такая дырочка небольшая смотрите если вдруг такой вот косяк вышел когда вы работаете это ничего страшного не как от на носку не повлияет это можно топом закрыть то есть закрывайте просто топом изнутри и все так для дизайна для дизайна нам нужен слайдер топ слайдер топ я наношу этой же кистью для геля тонким слоем почему потому что если не наносить кистью из флакона то можно добавить лишний объем архитектуре и утопа слайдер у него такая дисперсия что даже в очень очень тонкий слой его достаточно для того чтобы декорации хорошо встали и носились без сколов и от слоев до следующей коррекции у клиента поэтому вот таким тонким слоем наносим топ слайдер и отправляем сушиться на 30 секунд в лампу будем наносить первый слой декорации а второй смотрите так как у нас здесь с вами идет пять фрагментов я как обычно делаю я сначала наношу нижний ряд то есть что у нас будет на нижнем ряду это цветы с надписью ими символично сделаем сегодня дизайн а потом уже бабочки вот если бабочки будут очень сильно заходить на цветы я примеряю обычно всегда то тогда нужно будет нанести еще один слой и уже на следующий слой топа наносить бабочки но если они будут заходить на цветы не очень сильно то можно будет в один за один раз все это поставить так если очень маленькой ногтевой ложа клиент любит длину примерно шестерку что нужно сделать чтобы ногти были носибельные ну нужно опять же смотреть но сделать наращивание сделать правильную архитектуру на обязательно точки в рост и незабываем они должны у нас у нас должен слаб сейчас скажу актива пластина выходить свободный край одной линии вот это не нужно игнорировать обязательно нужно смотреть и опять же если у вас маленькие ногти у клиента но он любит длину ну делать коррекцию не раз в пять четыре пять недель как они любят а делаются на такую длину коррекцию это хотя бы раз в три недели иначе будет просто уже перебор так надпись поставила по центру начинаю с надписи далее ставлю вот такие розы мне хочется здесь захватить желтенькую розочку такой желтенький бутончик потому что у нас будут стоять бабочки и полностью ставить я не буду вот очень мне нравится очень прикольно смотрится когда декорация стоит не полностью и сверху хочу поставить вот такую розу красивую розу красивую ставлю ее верхнюю часть так вот уже красиво да можно и так оставить все-таки бабочки имеет смысл поставить сейчас не буду я наносить второй слой так одну бабочку ставлю вот сюда сверху не вот ее верхняя часть она у меня получается будет находиться в валики поэтому я ее отрезаю отрезаю слегка она заходит у меня на розочку и вот большую бабочку я хочу поставить вот сюда ближе к свободному краю спускаюсь пониже тоже ее краешек будет у нас за пределами ноготочка вот так получается все мы прижали как следует то есть если бы декорации одна на другую заходили бы сильно с большим нахлёстом тогда нужно было бы нижний слой высушить обработать ультрабондом нанести топ слайдер и поставить второй слой декорации но если все это помещается за один раз то есть у меня здесь помещается потому что большая длина большая можно и больше конечно но такая надо больше средний так отправляю в лампу сушу 30 секунд зачем нужно сушить затем чтобы наши декорации сполимеризовались остаточной липкостью топа слайдер и никуда не делись то есть если вы их когда устанавливаете по на на остаточную липкость после просушки вы их можете подвинуть потому что дисперсия у него такая жирненькая достаточно и очень удобно что можно подвинуть как-то их то есть нет не будет такого чтобы поставили все она у вас стоит неподвижно вы ее не сдвинете то есть вы можете скорректировать и подвинуть то сейчас вот после полимеризации я уже ничего подвину с ним чтобы у нас слайды наши не заходили на свободный край вот так вот убираем если есть какие то если где-то не заворачиваются на свободный край нужно убрать потому что иначе потом может быть ой скол теперь дегидратором я обрабатываю можно ультрабондом но мне нравится дегидратором он очень хорошо убирает пленку для меня честно лучше чем ультрабонд но это это можно использовать то есть тут уже как кому удобно кто как привык как кому нравится и так далее так нанесла дегидратор он сразу моментально высыхает его не нужно ждать в отличие от ультрабонда допустим и вот у меня на кисти здесь остался еще топ слайдер и вот сейчас я это все разотру этого достаточно чтобы закрепить слайдеры никуда они не денутся нам нужен только липкий слой то есть они на сейчас без липкого слоя а нам нужно его сделать чтобы топ встал и видите я прям растираю растерла сушу лампе 30 секунд ну и практически готова осталось покрыть топом очень люблю для геля топ ультрашайн у него классный глянец у наносится тонким слоем единственно него уже потом ничего не поставишь на нем ничего не держится потому что у него такая знаете верхняя поверхность получается как стекло верхняя поверхность тоже сказал как стекло то есть ничего не держаться не будет захотите там вдруг сразу поставить или еще что-то то не получится это сделать итак теперь аккуратненько наношу тоненьким сначала слоем топ и хочу вот заметить что у нас все-таки поверхность не особо ровная из-за постановки слайдов поэтому я сейчас наношу тонкий слой топа прям тоненький он очень жидкий он может потечь что потом не потек и потом еще одну капельку беру и вот так по центру по центру устанавливаю и делаю выравнивание все теперь топ не убит топом закрыть чтобы не смущал видите все заплаточку поставили ничего у нас нету все ровненько и сушим если у вас лампа эмми то топ ультрашайн в ней прекрасно просыхает за одну минуту если другая лампа то лучше просушить две минуты на всякий случай и так сейчас я покажу что у нас получилось мы сегодня с вами поработали в прямом эфире гелем люмен сделали дизайн с весенними декорациями это у нас nail dress номер 133 и взяла бабочки из слайдов коллекции маквин коллекцию маквин прям очень очень рекомендую мне очень много крутых декораций которые круто сочетаются между собой и с другими декорациями тоже и так остается помазать сухим маслом и сделать красивое фото масло кстати тоже вот такое я использую очень мне нравится перед фото пальцы не выглядят жирными и она моментально впитывается сухое масло желт не первый пузыречек использую и пахнет классно меня всегда клиент пальцем не уходят им нравится все маслом помазали видите все сейчас пытается и жирного блеска не будет итак у нас получился вот такой нарядный ноготочек очень красивый блестящий фон молочный оттенок и на нем очень красиво и ярко смотрятся весенние декорации вот так он выглядит сбоку кстати если вдруг у вас вышло так что ну где-то там слайд вы забыли то ногоц нарощенный до его можно потом после топа подровнять если если необходимо от этого ничего не будет все готово и так девочки очень рада что вы меня смотрели что вы присутствовали в прямом эфире чуть позже покажу на фото красивый этот ноготочек потому что сейчас все равно немножечко и цвета не так передаются и блестит не так сделаю красивое фото опубликую в своем аккаунте и так всем спасибо всем пока эфир будет сохранен сможете пересмотреть в любое удобное время